2022 только начался, уже случилось больше событий, чем даже нужно. Пока мы с вами доедали салаты, в Лас-Вегасе прошла крупнейшая выставка электроники CS22, на которой было представлено масса интересных новинок. AMD показала последний процессор с ножками, Nvidia дала посмотреть на видеокарты, а маркетологи компании смекнули, что пришла пора продавать ноутбуки. Давайте посмотрим, что нас ждет в будущем. На связи МК, поехали. Начнем с видеокарт. На фоне ситуации в Казахстане, второй майнинг в стране мира, стоимость основных криптовалюты стремилась к летним минимумам. Добавляет масло в агонии Федрезерв США, которые планируют ужесточить политику в отношении рискованных монеток. Но дефицит полупроводников с нами еще надолго, так что не стоит ждать быстрого падения цен на видеокарты, коих на CS было представлено немало. Nvidia, которая как бы выступает против майнеров и даже ввела новую линейку LHR, толку от которой мало, на CS22 дала посмотреть на 24-гигового монстра RTX 3090 Ti с самым топовым чипом и без защиты от майнинга. В итоге у зеленых получился отличный новогодний подарок зажиточным фермерам. Не обошел стороной зеленый чипмейкер и начальный уровень, представив RTX 3050. Как мы знаем, памяти много не бывает, и новая 3050 с 8 гигами выглядит вкусно за свои 25 тысяч рублей, предлагая отличный уровень производительности для Full HD. Вот только эти 8 гигабайт позволяют отлично добывать на ней абсолютно любые криптовалюты, так что рекомендованный ценник останется только на бумаге. Не осталось в стороне и AMD, ответив на 3050 своей бюджетной RX 6500 XT за 200 баксов. И формально новая 6500 XT будет хуже, так как у нее всего 4 гигабайта видеопамяти на узкой 64-битной шине. Однако в этом есть и плюс. Майнерам такая карта будет не особо интересна. Правда, и геймерам тоже. Подключаться RX 6500 XT будет лишь по четырем линиям PCI Express 4.0 и сомневаюсь, что такие карты будут ставить в топ ПК. Ее аудитория – недорогие ПК на материнках, у которых есть поддержка только PCI Express 3.0. Вот и получается, что узкая шина станет проблемой даже для игр, которым хватает видеопамяти карты. А с учетом того, что множество современных ААА проектов, даже в Full HD выходят за рамки 5-6 гигабайт памяти, по этой узкой шине придется гонять данные из ОЗУ с очень низкой скоростью, что производительности точно не добавит. Ко всему прочему, AMD максимально урезала 6500 XT по функционалу. Она не поддерживает аппаратного декодирования AV1 и кодирования H.264 в 4K. То есть и для мультимедийной системы новинка подходит плохо. Так что в итоге карта получилась с подвохом. А что там Intel? Мы же так надеялись, что она ворвется и устроит тройничок на рынке. Инсайдеры подогревали нас информацией о том, что лучшие видеокарты ARK будут выступать чуть ли не на уровне RTX 3070 Ti, также предлагая трассировку лучей и умное сглаживание. Увы, на SCS компания лишь сказала, что начала поставки чипов производителям, и судя по всему это касается только ноутбуков. Более того, на официальном сайте дата анонса с первого квартала 2022 года поменялась на просто 2022 год. Если тройничок и случится, то только ближе к концу года. В итоге этот год в плане ситуации с видеокартами можно назвать ремастером 2021. Карт нет, но вы держитесь, а выпускаемые решения в массе своей отлично подходят криптокопателям. И даже если виртуальные монетки продолжат падать, дефицит кремниевых чипов не даст ценам на видеокарты вернуться к рекомендованному уровню. И тут спасает ситуацию только мобильный сегмент. Во-первых, AMD представила мобильные процессоры Ryzen 6000 на Zen 3 Plus. Кроме высокой производительности и частот под 5 ГГц, они будут поддерживать память DDR5 и иметь действительно новые интегрированные видеокарты Radeon 600M на взрослой архитектуре RDNA 2, то есть на такой же, что и у дискретных Radeon 6000. На что способна такая графика мы уже видели на примере Steam Deck, которая вполне тянет современные проекты типа Doom и Control, а ведь в этой консоли стоит достаточно простой кастомный чип и CPU на основе уже достаточно старый Zen 2, то есть новые процессоры AMD точно будут быстрее. Во-вторых, Nvidia на оси S22 показала несколько ноутбуков с RTX 2050, MX570 и MX550. И пусть вас не пугают странные названия, первые две видеокарты по сути урезанные мобильные RTX 3050, а последняя это урезанная GTX 1650. Первые тесты показывают, что RTX 2050 вполне способна выступать на уровне 1050 Ti, имея при этом теплопакет всего около 30-45 Вт, что позволит комплектовать ей даже недорогие лэптопы с плохим охлаждением. Велик шанс того, что уже через пару месяцев в магазинах будет хватать ноутбуков за условные 30-40 тысяч рублей, которые способны справиться с современными играми в Full HD и, возможно, даже не на минимальных настройках графики. А пока в магазинах можно найти неплохие модели на RTX 3050, 3050 Ti и 3060 с шестиядерным процессором и Full HD экраном, чего хватит для работы игр на высоких настройках графики. Для вашего удобства мы собрали подборку актуальных ноутбуков на e-каталог. Кому такие устройства интересны, переходите, сравнивайте цены, выбирайте. Ссылка на e-каталог в описании под видео. Как и ожидалось, Intel выкатила всю линейку своих процессоров Elder Lake, они же 12-е поколение Core. Нам показали аж 22 процессора на новых архитектурах, начиная от базовых Celeron и заканчивая топовыми Core i9. Нас волнуют лишь младшие представители каждой из линейек без интегрированной графики, ибо обычно только они бывают самыми интересными. Хотя с виду может показаться, что не в этот раз. Что у младших Core i3, что у Core i5 количество ядер не поменялось. Все так же 4 или 6 штук, да и частоты особо не выросли. Получается что, можно расходиться? Да как бы не так. Новая архитектура Golden Coff настолько крута, что по первым тестам простейший Core i5-12400F ценой всего в 167 долларов находится на уровне, а то и обгоняет 250-долларового конкурента в лице Ryzen 5 5600X. Также Intel выпустила и более ожидаемые простые чипсеты H610, B660 и H670 с поддержкой Wi-Fi 6E, PCI Express 4.0 и возможностью разгона ОЗУ. Разумеется, никуда не делась и поддержка DDR5. В общем, если вы не собираетесь выжимать лишние 100 МГц из процессора ценой тепловыделения, как у чайника, про Z690 уже можно забыть. Однако Intel явно считает иначе, решила вновь удариться в экстремальный оверклокинг. Компания показала свой самый мощный десктопный чип Core i9-12900KS. До 5,5 ГГц на одно ядро, 5,2 ГГц на большие ядра — это, пожалуй, лучший процессор в пару к RTX 3090 Ti. Правда, тут нужно учитывать, что для этой парочки киловаттного блока питания может и не хватить, Intel не зря скромно умолчала, сколько будут потреблять ее оверклокнутые монстры, но тесты показывают, что обычный 12900K и при меньшем разгоне легко улетает за 350 Вт. Все это привело к тому, что красная компания в кое-то веки вновь получила статус «отстающий». Единственная новинка AMD, которая выйдет в ближайшие месяцы — это Ryzen 7 5800X 3D. И нет, 3D — это не мощная интегрированная графика, это повышенный аж до 96 МБ кэш третьего уровня. В такой объем вполне можно записать Windows 95. Но, разумеется, увеличенный кэш нужен не для этого. Компания обещает, что он позволит восьмиядерному Ryzen догнать и даже обогнать свежий 16-ядерный Core i9-12900K во многих играх. Скорее всего, этот процессор поставит точку в жизненном цикле AM4. AMD сообщила, что во второй половине года нас ждет новый сокет AM5. Компания перейдет на выпуск бракованных процессоров без ножек, а заодно обещает нам все то, что у Intel уже есть, а именно поддержку DDR5 и PCI-Express 5.0. Новый сокет, как и AM4, будет долгожителем, так что во второй половине года нас ждет интересная борьба Ryzen 7000 с Core 12-го поколения. Все это, конечно, весело и круто, но какая разница, какой процессор выдает больше FPS в паре с RTX 3080, если последняя стоит как крыло от Боинга? До маркетологов компаний доехало, что самое время начать продавать ноутбуки. NVIDIA, AMD и Intel направили все силы на борьбу в лэптопах. Дошло до того, что зеленый производитель видеокарт представил мобильную RTX 3080 Ti. Такого до этого ни разу не случалось. Такое решение будет выступать как минимум на уровне десктопной RTX 3070 и вряд ли кто-то назовет такой GPU слабым. AMD представила россыпь мобильных видеокарт Radeon 6000M, а также анонсировала линейку 6000S, куда входят простейшие дискретные решения – аналог NVIDIA MX. Причем, например, топовый представитель в лице Radeon RX 6850M XT имеет вполне десктопные частоты в районе 2,5 ГГц. И, с учетом 40 вычислительных блоков, должен выступать на уровне дискретной RX 6700 – опять же, очень крутой уровень для ноутбука. С мобильными процессорами дела обстоят тоже отлично. Тут появилось даже 14 ядер в лице Core i9-12900HK. По тестам Intel он обгоняет всех конкурентов даже и топовые решения Apple M1 Pro и Max. Более того, он обходит даже топовый 16-ядерный Ryzen 3 Dripper 1950X, который еще несколько лет назад ставили в быстрые мобильные станции. Архитектура Zen 3 Plus у AMD должна позволить ноутбукам жить до суток и при этом обеспечивать отличный прирост производительности до 30%. Да и про мощную интегрированную графику на RDNA 2 мы уже знаем. И да, будет поддержка DDR5 раньше, чем в десктопах. Это опять же показывает, на чем сосредоточены компании. Короче говоря, уже хорошо видно, что 22-й будет годом крутых и мощных лэптопов. Как вам 17-дюймовый гибкий Asus ZenBook 17 Fold? Хотите, используйте как планшет, хотите как ноутбук, а можно и как моноблок. В ноутбуках появилась подключаемая водянка, как в XMG Neo 15, а вот Allenware наоборот ударилась в легкость и тонкость. Их обновленный X14 при весе всего 1,4 килограмма может комплектоваться RTX 3060 и свежим Elder Lake. И это далеко не все ноутбучные новинки CS22. Мы лишь показали, что ветер переменился. Интересы геймеров и вендоров явно сдвинулись из десктопного сегмента в мобильный. Кроме ноутбуков, на выставке представили россыпь игровых мини-пк. Например, Zotac представила The Box Magnus, который оснащен восьмиядерным мобильным Core i7 и топовой RTX 3080, чего без проблем хватит и для игр на ультра-настройках, и для работы, а майнерам едва ли такие устройства будут интересны. Intel показала новый NAC 12 Extreme поколения Dragon Canyon, достаточно любопытный модульный ПК. Ключевые компоненты, такие как процессор 12-го поколения будут располагаться на специальной плате, которую в будущем можно заменить. Также предусмотрены специальные слоты для дискретных видеокарт. Вполне возможно, что в будущем и от самой Intel. На CS показали далеко не только компьютерные новинки, на ней показывают все, что имеет внутри хоть какую-то электронику. Так Razer решила удариться в Cyberpunk и выпустить умную маску Zephyr Pro, которая благодаря встроенным микрофонам и динамикам усиливает громкость голоса. Работать она сможет до 6 часов и естественно порадует подсветкой. Правда, цена за такие понты соответствующая – 150 баксов. А вот BMW смогла удивить всех электромобилем AX-M60 с автоматическими поворотниками. Шучу, само авто – не новинка, его продают уже больше года. Но в данном случае его использовали как демонстрацию новой технологии смена цвета кузова. В одно нажатие можно превратить машину из белой в серую и наоборот – интересно сколько будет стоить покрасить элемент в случае ДТП. Intel пообещала, что будущие ноутбуки на Elder Lake смогут полноценно синхронизироваться с iPhone, включая чатинг в iMessage и ответы на звонки. Сейчас такой функционал имеют лишь некоторые смартфоны на Android, так что Intel действительно может сделать жизнь сотен миллионов людей со смартфонами Apple, но без MacBook легче. Идеальную мебель для ленивых показал стартап Labrador System. Умные тумбы способны без всяких пультов управления разъезжать по дому. Так что проблема, кто подаст в старости стакан воды, решена. Знаете, если честно, когда мы записывали ролик о страшном будущем победившего майнинга, мы все же надеялись, что все это дело разрешится и видеокарты появятся в магазинах по доступным ценам и бум закончится. Но, как видите, выставка CS22 прекрасно показала, что уже даже компании на это не надеются и метят только на мобильный сегмент. Даже та видеокарта AMD 6500XT с четырьмя гигабайтами памяти уже появилась в европейских магазинах и стоит она уже 350 евро вместо 200 долларов по рекомендованной цене. Для тех, кто хочет посмотреть презентации в записи, в описании я также добавлю ссылочки на основные Intel, AMD, Nvidia и так далее. Поэтому переходите, смотрите. Также в ссылочках, не забывайте, будет подборка ноутбуков, актуальных, которые для вас мы собрали на e-каталог. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, не забывайте, что у нас есть сообщество ВКонтакте, где вы можете читать самые интересные новости прямо здесь и сейчас. Ссылочка будет в описании. Добро пожаловать в 2022 год. До скорых встреч.